Антон Павлович Чехов Толстый и тонкий На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёрдоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. — Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет! — Батюшки! — изумелся тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга. Глаза полные слёз. Оба были приятно ошеломлены. Милый мой начал тонко и после лобызания. Вот не ожидал, вот сюрприз. Ну да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был. Такой же душонок и щеголь. Ах ты, Господи! Ну что ж ты, богат, женат. Я уже женат, как видишь. И это вот моя жена Луиза, урождённая в Анценбах, лютеранка. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Здесь Нафанаил немного подумал и снял шапку. В гимназии вместе учились, продолжал тонкий. Ой, как тебя дразнили. Тебя дразнили геростратом. За то, что ты казённую книжку папироской прожёг. А меня и фиальтом. За то, что я ябедничать любил. О, детьми и были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, врождённая в Анценбах, лютеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался, За спину отца. Ну, как живёшь, друг? Спросил толстый, восторженно глядя на друга. Служишь где? Да служился. Служу, милый мой. Калежским асессорам второй год. И Станислава имею. Жалование плохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки даёт. Я портсигары приватные. Из дерева делаю. Отличные портсигары. Порублю за штуку продаю. Если кто берёт десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведён. Стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты как? Не бойся, уже стацкий, а? Нет, милый мой. Поднимай выше, сказал толстый. Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились. Длинный подбородок жены стал ещё длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Я, ваше превосходительство, очень приятно. Друг, можно сказать, детства, и вдруг вышли в такие вельможицы. Ну, полный, поморщился толстый. Для чего это то? Мы с тобой, друзья, детства. И к чему тут это чинопочитание? Ну, помилуйте, что вы, сыхихикал тонкий, ещё более съёживаясь. Милостивое внимание вашего превосходительства вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил. Жена Луизы, лютеранка, некоторым образом... Толстый хотел бы возразить что-то. Но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китайцы. И жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.